Приветствую вас. Я буду в своем ответе исходить из того, что вы к врачу уже обратились. То есть он подтвердил, что диагноза депрессии у вас нет, и, соответственно, вы дальше думаете, что вам с этим делать. Ну, во-первых, поскольку вы говорите о том, что с 2014 года у вас она депрессия, в смысле, то, соответственно, именно тогда, в то время, что-то произошло такое, что ввергло вас в это состояние депрессии. И, значит, соответственно, нужно вам для начала постараться вот понять, что же произошло тогда, в то время. Почему это родило депрессивное состояние у вас? Ведь это означает, что вы не смогли те негативные эмоции, которые у вас были, вы не смогли их реализовать. Вы не смогли их выразить, вы не смогли их обредметить. Понимаете, да, чем это значит? Значит, вот это первое, что произошло тогда. Второе, это последствия, последствия, к которым привела депрессия, ну, депрессивное состояние, скажем так. Как правило, это апатия, которая раскрывается через воздействие на человека нескольких мотивов, как правило, противоречивых. Совершенно. Вот. И, соответственно, невозможности выбрать между этими двумя мотивами. То есть выбрать что-то, как живу. Но, что именно выбрать, не знаю. Что именно выбрать, не могу еще. А выбрать надо. Ну и вот, собственно, это и является причиной, по которым вы, значит, пребываете в этом состоянии. Апатия. Понимаете, да, о чем я говорю? Хорошо. Дальше. Дальше. Значит, следующий момент. Это негативные установки. Негативные установки. В первую очередь, конечно же, ваши. То есть, если мы говорим, про одно и депрессивное состояние, то это всегда негативные установки. Что такое негативные установки? Негативная установка это готовность к отрицательному переживанию по поводу тех или иных культурных ценностей, обстоятельств, взглядов, проблем и так далее. то есть, иными словами, это определенная предрасположенность. Обределенная предрасположенность человека к переживаниям. переживаниям. То есть, человек испытывает переживания не исходя из своих индивидуальных особенностей, скажем так. предрасположенности. А человек испытывает переживания исходя из предрасположенности. Так вот, у кого, допустим, предрасположенность к негативу, да, они будут воспринимать все с негативной страны. У кого предрасположенность к позитиву, тем будет воспринимать с позитивной страной. Ну, и так далее. И так далее. То есть, получается, по факту, что вы, значит, ну, вот, именно вы предрасположены к негативу. И вопрос заключается в том, почему. Почему вы к нему предрасположены? что определило вашу предрасположенность, если можно так выразить? Соответственно, наказание этих установок и их коррекция, а также замена ложных понятий и того, на что они опираются понятиями более, более истинными. Это и можно назвать основной задачей, которую должен выполнить психолог. при работе, собственно, с вами. Заметьте, если, если не идет речь о именно депрессии, при наличии депрессии, ситуация к заживанию поколась, что вам потребуется лечение. Медикаментозная и психологическая. Потому что во втором случае вы просто не будете воспринимать то, что вам говорят. Вы не будете воспринимать с этой информацией. И у вас что важнее не будет обратной связи. То есть не будет контакта с психологом. А это необходимо совершенно необходимо для работы с ним. Кошмары. Кошмары говорят о наличии у вас невроза. Потому что вы как бы запрещаете себе хотеть чего-то. То есть вам не сообщает что-то запрещает вам получать удовольствие от этого. То есть такая защитная реакция. Я чего-то хочу. Я черта ну не знаю. Но я не могу этого себе позволить. Я боюсь. Соответственно сон во сне это проявляется именно так. В виде кошмаров. И если вам не хочется чтобы так было было то в общем-то и сны нужно наличировать. Важным случаям. сны в ваших случае нужно анализировать. Это называется психоанализм блоковарных снов. Вот. Вот в принципе то что вам нужно сделать. Вот в принципе то как вам нужно себя ищи. Далее что касается брата. То если говорить про него про брата то на брата вы очевидно что-то перенесите. Ну сложно сказать что именно вы перенесите. Но вы перенесите на него свои эмоции. То возможно брат для вас это и отец и мужчина и так далее. И конечно это не хорошо безусловно это не есть хорошо для вас. Но понятно что пока ситуация вот так такая понятно что пока ситуация так вот выглядит то естественно что вряд ли вряд ли только меняется. Вы братья нуждаетесь пока и вы в нем в принципе будете нуждаться еще какое-то время то это в общем нормально в общем и целом это нормально что вы в нем нуждает только вопрос в том почему в чем делать вопрос в том почему вы нуждаетесь в своем браке вот такой вопрос обновленно чем обусловлено такая вот нуждаемость брата вас это тоже то что нужно проработать и понять почему именно так то есть вы надеюсь понимаете что и только основ это процесс довольно длительный вот все остальное тоже поэтому я думаю что самый оптимальный вариант это для вас раз или через два в неделю консультироваться со специалистом вот значит работать с психологом на предмет избавления от всего этого что у вас есть потому что сами вы не справитесь это очевидно это очевидно совершенно очевидно очевидно вот дальше ну вот в принципе дальше вы ничего не написали то есть все так и должно наверное быть информации вы дали очень мало ну вот исходя из той информации которую вы дали я вам и ответил вот соответственно выбирайте смотрите и начинать работать потому что время идет чем быстрее тем дольше вы тянете и дольше вы ничего не делаете тем потом тяжелее будет избавляться от этого состояния на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше желаю вам всего самого доброго и удачи спасибо спасибо Продолжение следует...